Мауа, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Шаббат шалом, дорогая община! Я всех приветствую вас, кто здесь, кто в онлайне. И давайте мы сейчас помолимся перед чтением Торы, перед комментарием. Баруха Та, Адонай, Эллоэйну, Мэлэха, Алам, Ашерба Харбану, Миколь Хамюн, Танлану, Аторату, Баруха Та, Адонай, Нутенна, Тора. Благословен ты Господь Бог наш и Царь Вселенный, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам Тору. Благословен Бог, дарующий Тору. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодняшняя недельная глава называется Ваэт Ханан. Что в переводе означает и молился. Очень хороший раздел Торы, потому что на самом деле молиться нам надо о всем. И обо всем. И о себе нужно молиться, и друг о друге нужно молиться, и о городах, о странах. Поэтому Бог, Он призывает нас молиться. И об этом глава Торы. И это книга Дворим. Напомните мне, как называется книга Дворим. Правильно, второзаконие. Это книга Дворим, второзаконие, 3 глава, 23 стих по 7 главу. И я скажу некоторое краткое содержание, а потом дальше поговорим. И здесь молитва Маше, войти в обетованную землю. То есть Маше, Он пересказывает народу Израилеву. Как бы Он говорит о том, что Он молился Богу, чтобы войти в обетованную землю, но и взглянуть на нее. Но Господь Ему отказал. Маше говорит также о бесходе из Египта и дарование Торы. Также в этой главе говорится о предсказании Маше о будущем поколении, что народ отвернется от Бога и будет служить идолам. Но всегда есть надежда вернуться, прийти к Богу, и Бог опять будет вести их дальше. И также в этой главе еще говорится о повторении десяти заповедей, как фундаментальность, основы веры. То, на чем народ должен упираться, то, что должно быть на первом месте. И то, что должно быть всегда главным. И об этом говорится. Но я хотел бы свое внимание, если можно говорить многое. Так что в этой главе указано о шести городах-убежищах, о котором Моисеем тоже говорит. То, что человек, который согрешил, что убил по случайности, он мог в этом городе находиться до времени, когда будет суд. И глава очень большая, и можно многое говорить. Но я бы хотел свое внимание акцентировать на молитву Моше, потому что это очень важно. И то, что было дальше. Это книга Дворим, Таразаконие, 3 глава, с 23 стиха. И здесь написано, «И взмолился я тогда Господу, Господи, владыка мой, молился я, слуга Твой, зная, что Ты явил мне ничтожную долю всех великих и могущих совершений Твоих. Ни в небе, ни на земле нет Бога, который бы мог совершить такие великие дела, как совершаешь Ты. Прошу Тебя, дай мне перейти Иордан и увидеть ту добрую землю по другую сторону реки. Дай мне увидеть прекрасную горную страну, Ливан. Но Господь был разгневан на меня за Вас и отказался выслушать меня, сказав, «Довольно, не говори мне об этом, поднимись на вершину Фазги и посмотри на запад, север, юг и восток, и Ты увидишь все своими глазами, но перейти за Иордан Ты не сможешь». И мы читаем, да, о великом человеке, как Маше, которого не было ни до того, как он вывел, да, и после, то есть это великий человек, на которого была возложена огромная миссия вывести более полтора миллиона человек, евреев и также к тем, кто к ним присоединился, из египетского рабства. Мы знаем, что этот человек у него, он говорил Богом лицом к лицу и творивший много чудес и знамений. Кажется, что он был, ну, безупречен, но совершилось то, что свершилось. И бывает, что люди, которые имеют большое призвание, там, да, определенную миссию по каким-то неосторожностям или усталостям тоже делают ошибку. И я бы хотел поговорить, что же страшного сделал Маше, что Бог, он отменил свое решение, да, войти. Хотя мы знаем, что Бог отвечал нам, и когда он молился за Араона, молился за Мариам, Бог отвечал. И вы знаете, что интересно, что есть такое высказание, что молитва, она где-то похожа на светофор, да, красный, желтый и зеленый. То есть, когда бывает в Писании, говорит, что Бог, он мгновенно отвечает на молитвы, как молитва, ну, Даниила, да, помолился Даниил, Бог сразу же ответил. Или молитва Ильи, когда огонь сошел. Есть молитвы долгожданные, да, как бы какой-то желтый такой свет, когда Авраам, он долго ждал своего сына, и тоже, думаю, перед Богом он молился, и в итоге он получил обещанное. А есть, когда, ну, красный свет, есть, когда просто, ну, молитва, она не отвечена. Можно взять пример, когда Давид, помните, он молился за своего ребенка, но он не выжил. Но я хотел бы не на этом, как бы, ну, концентрировать внимание, немножко на другом. И что же страшного совершил Маше, что Бог, он, да, он сказал, что ты не войдешь. И это все началось с того, когда израильский народ, испытывая недостаток воды, начал роптать. Это уже и был не первый ропот, вот, были еще до этого. И я бы хотел бы зачитать местописание, немножко, как бы, напомнить. Это, оно не входит, как бы, этот стих в главу Тора, но, тем не менее, хочу прочитать. И тогда Бог сказал Маше, возьми жезл, собери общество ты, Араон, и брат твой, и скажите в глазах их скале, и он даст из себя воду. И как ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество скот его. И собрал народ израильский перед скалой Моисея, и сказал им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Затем Моисей ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пело общество из скот его. Казалось бы, все закончилось хорошо, то есть пошла вода, но Бог это оценил совсем по-другому. И дальше, да, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израильевых, вы не войдете, вы не ведете вы народа в землю, которую я даю ему. И в чем же состоял грех Моисея? Многие исследователи, они как бы говорят о том, что возможно это было маловерие. Это слышно, да, в словах, о том, что он сказал, разве из этой ли скалы извести нам воду? Но для Бога нет ничего невозможного. Бог может из камней, да, Он может из камней сделать хлеба, для Него ничего невозможного. Хоть как бы такая вещь. Еще одна есть версия, да, нарушение указания Господа, что Он ударил по скале, а не сказал, как Бог Ему сказал это сделать. И дальше, возможно, Он разгневался. Ну, Писание же говорит, чтобы мы, да, что гнев, Он не творит правды Божьей, чтобы мы, ну, если мы гневаемся, то должны гневаться на малое время, потому что можем во гневе что-то сделать, ну, нехорошее. Есть много, как бы, комментариев, но я все-таки думаю, что и эти комментарии, они имеют, конечно, места в Писании, они имеют места, чтобы над ними рассуждать. Но я, когда читал, ну, эту главу, я обратил внимание, что не только Маше, он был виноват в этом. Я думаю, что вина не только его, но вина также и тех, кто находился рядом. Это был народ. Конечно же, всегда, кажется, все шишки, да, всегда падают на того, кто идет впереди. Ну, всегда, ну, тебя же Бог поставил, тебя же Бог благословил, да, ты же старший, тебе и отвечать. Ну, также, знаете, а почему я делаю, ну, такой, как бы, вот, вывод такой, потому что в книге Псалом, в Псалмах, Писание об этом говорит, да, и там написано, это Псалом 105, «И прогневали Бога увод Моривы, и Моисей потерпел за них, ибо они горчили дух его, и он погрешил устами своими». То есть Писание говорит, что Моисей потерпел за них. Здесь не только была вина Моисея, но также была и вина народа, почему он так поступил. Знаете, и сейчас, ну, в наше время очень, ну, больше критики, чем тех, кто вдохновляет, чем помощи. Особенно, когда начинаешь какое-то служение, служишь, что-то делаешь для Бога, и тут много есть доброжелателей, которые, конечно, начинают говорить, как правильно делать, советовать, как это сделать, в лучшем случае, в худшем, может быть, даже критиковать или осуждать. И вы знаете, что в таком случае как бы было и с Моисеем тоже. И потом мы видим, да, что одна церковь, она прекратила свое существование. Смотрим, один служитель упал, одно служение прекратилось. Как бы хотелось бы, да, ну, все-таки, тому, кто начинал служение, да, как бы хотелось бы Моше войти в землю обитованную. У него, в принципе, была неплохая жизнь. Он жил себе, все было, любимая работа, жена, дети, но все-таки Бог призвал его, и он пошел за Господом, чтобы вывести народ Израиля. И вот в этом случае мы иногда бывает, ну, обвиняем именно одного человека, но я все-таки думаю, что здесь не только, да, он поступил так, но здесь не только вина одного Моше, а вина всего народа. Также Писание, оно говорит о том, чтобы мы были, да, покорные, да, и послушные тем, кто идет впереди, да, то есть, ну, наставникам. Почему? Потому что они неусыпно пекутся, и чтобы то, что они делают, они делали это с радостью, они воздыхают, думаю, Боже, поскорее бы уже закончилось бы это мое служение, уже не могу, уже не выношу. И как Моисей, да, он, конечно же, сожалел о том, что он так поступил. И как добрый пастырь, он не будет обвинять, ну, людей, он будет обвинять только себя, почему он так поступил. И вы знаете, мое послание друг другу о том, что давайте мы будем больше, не будем больше советовать или критиковать, а будем поддерживать старших, и будем поддерживать друг друга в духовной работе, которую каждый делает перед Богом. Давайте будем помогать каждому войти в эту обетованную землю, а не просто смотреть ее издали. Конечно, по милости Бога, Бог, он вознаградит Моисея, он вознаградит тех, кто трудится, но тем не менее так хотелось бы, да, войти в эту обетованную землю. И давайте будем помогать друг другу, потому что, помогая друг другу, мы можем состоять, помогая состояться кому-то в служении, ты сам состоишься в своем призвании. Поэтому пусть Бог нас благословит помогать и участвовать в жизни друг друга. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok